Итак, блок «Опубликовать». Смотрите, у нас есть здесь 4 строчки. Первая – статус, видимость, редакции и дата. Ну, последнюю галочку не смотрим, это сгенерировал плагин рейтинга. То есть он у меня просто активирован. Если кто использует плагин рейтинг, звездочки в конце статьи, то у вас тоже есть такая галочка. Если вы этот плагин не используете, то у вас, соответственно, нет ее. Итак, давайте по порядку посмотрим. Статус. Как поменять статус? И вообще, что такое статус? Это определение, что у нас со статьей. Она опубликована, или она является черновиком, или она на утверждении. Собственно, вот три на выбор у нас есть статуса. Как мы можем их поменять? Сейчас расскажу, как поменять, а потом скажу, зачем это вообще нужно. Итак, смотрите, значит, напротив слова «статус» у нас, ну, вообще напротив всех строчек, да, «статус», «видимость», «редакция», «дата» есть ссылочка «изменить», «изменить», «посмотреть», «изменить». Мы, если работаем со строчкой, мы нажимаем «изменить». Итак, нажимаем «изменить», появляется выпадающий список, и из выпадающего списка выбираем варианты «опубликовано», «на утверждении» и «черновид». Дальше нажимаем кнопку «Ок» и не забываем «обновить», да, то есть обязательно синяя кнопка «обновить», иначе не, как бы, не примется это изменение. Итак, смотрите, для чего вообще вот эта штука нужна? Наверняка кто-то из вас, многие из вас, точнее, уже ведут блоги, и были такие ситуации, поставьте плюсики, если вспомните себя в этой ситуации. У меня, по крайней мере, часто такое бывает. Я пишу-пишу-пишу статью, сохраняю ее, естественно, периодически, а потом в какой-то момент нечаянно нажимаю на кнопку «опубликовать», а статья еще не готова, да, то есть еще надо ошибки проверить, еще можно что-то дописать, надо картинку поставить, а я уже нажала на кнопку «опубликовать», все. Она моментально появилась, эта статья на блоге в списке, ну, в ленте, да, статей. Я еще не хочу, чтобы она была опубликована, поэтому я быстренько нажимаю в статусе «изменить», выбираю «черновик», «Ок» и нажимаю «обновить». Все, статья с ленты исчезает, остается у меня в админке блога в списке, и помечена она как черновик, то есть посетители ее не видят. Вот напишите, пожалуйста, единичку, например, поставьте, у кого такие ситуации были, и вот наверняка не знали, что в итоге делать. Вот, тогда возможность есть, то есть статус тут же поменять, если ошибочно вы вдруг сделали опубликовать. Да, вот вижу, что, да, братья по несчастью. Да, вот у меня такое постоянно происходит, я все время вот этим грешу. Вот, поэтому главное вовремя спохватиться и поменять на черновик. Чем отличается черновик от статуса на утверждении? Если кто помнит, был на первом занятии, на одном из, точнее, первых занятий, мы рассматривали, урок у нас был по пользователям, по пользователям. Вот кто помнит, вспомните, да, там есть несколько у нас, как это сказать, ну, возможностей, да, зарегистрировать пользователя. То есть вы зарегистрированы как администратор, админ. Также вы можете, допустим, зарегистрировать человека, или он сам зарегистрируется как редактор, да, или как автор. То есть, допустим, если вы не единственный, кто ведет ваш блог, кто-то еще пишет, то администратор один, это вы, у вас полные права на изменение блога, на работу с блогом внутри админки. Допустим, автор может писать статьи, или там автор написал статью, и его статья не может быть опубликована сразу. То есть редактор или админ должен проверить эту статью. Поэтому статья попадает в раздел на утверждение. Если у вас таких нет опций, то есть вы единственный автор блога, то, скорее всего, на утверждение вам не понадобится опция. Итак, дальше, чуть ниже на слайде написано, в списке, как мы видим, какой статус у статьи. Идет заголовок, дальше тире, и если статус черновик, то, соответственно, написано черновик. Если статус ожидает утверждение, то, соответственно, ожидает утверждение. Если вы администратор или редактор блога, то и у вас есть авторы, то автор написал, например, статью, вы увидите его статьи вот с такой вот пометкой, ожидает утверждение. И опубликованные статьи, то есть статус опубликован, да, они не имеют никакой пометки. Единственное, с правой стороны вы будете видеть дату, да, и написано опубликовано. Опубликовано. Итак, идем дальше. Продолжение следует.